Где в Северодвинске находятся улицы строителей? И почему из 40 домов на ней осталось лишь два? А из-за соревнования двух строительных бригад здание полиции на Республиканской получилось асимметричным. Об этом и других секретах старого города рассказал народный экскурсовод. Разумеется, ранее эта улица начиналась примерно от улицы Железнодорожной. А теперь улица строителей самая маленькая в городе. На ней сохранились лишь два дома – 32Б и 43А. Остальные вытеснили новые дома, которые теперь относятся к другим улицам. Сегодня свою первую экскурсию провел Станислав Зелянин. Корреспондент северного рабочего ради новых знаний закончил школу народных экскурсоводов. Помогли и старожилы, которые на улице строителей почти полвека. Тут коровы были у всех. Очень много у многих частных домадок, потому что держали скотиночку домашнюю. Курочки, коровки, поросятки. Очень весело было. Весь же поселок частный был, это 11-я школа, вся из поселка состояла. Справитесь, не справитесь? Что испытываетесь сейчас? Не знаю. Как говорят боксеры, ринг покажет. Знания, как думаете, полностью владеете? Не уверен. Не скажу, но опять же, увидим. Сегодня начинающий экскурсовод сдал экзамен сотрудникам Северодвинского медиа-центра. Они узнали, что на месте шестиэтажки была столовая номер один, одна из первых трех в городе. Участникам показали и единственную сохранившуюся фотографию. На ней изображение штаба Молотовского истребительного батальона. А в здании, где сейчас работают спасатели, была баня. Никогда не знала, что было три столовых номер один, например. Кажется, это так странно. Но интересно. Интересно узнать про первый коммерческий магазин. Какие-то грустные воспоминания о том, как жили первые жители нашего города, как они питались по этим карточкам. Это очень грустно на самом деле, но это важно знать. Школу экскурсоводов открыл Северодвинский краеведческий музей. Выпустили восемь народных специалистов. Для всех сотрудники музея устроили пешие выездные экскурсии и выдали справочно-методические материалы. Уроки истории города организовали в честь 80-летия прибытия первостроителей. Мы столкнулись с тем, что в нашем городе, у нас красивые дома старого города, но совершенно некому рассказывать о том, что же было в этих домах. И мы решили обучить народных экскурсоводов. Мы написали проект под это дело в областную программу. И получили финансирование и организовали школу народного экскурсовода. Узнать историю старого города сможет любой желающий. Для этого достаточно подойти к крыльцу Северодвинского краеведческого музея 18 июня. Бесплатные экскурсии выпускники школы либо сотрудники музея проведут в 11, 13 и в 15 часов. Евгения Карельна, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.